Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. В продолжение темы большегрузов предлагаю в этом обзоре посмотреть на новенький мод DAF XF106 от авторов Jonas2203 и Lucas Modding. Это, надо сказать, ребятки, довольно-таки симпатичный и практичный мод, но, к сожалению, не идеальный. Есть тут некоторые моменты, которые бьют по глазам, но ничего страшного. Вот именно это, друзья, практичность мода, в принципе, и перевешивает. Особенно для тех, кому нравится именно вот этот большегруз из страны тюльпанов. Начнем, разумеется, по традиции, знакомиться с ним из магазина. Здесь присутствуют у нас, друзья, три конфигурации. Собственно, два сидельных тягача с колесной формулой 4х2 и 6х2, фургон, опять же, с колесной конфигурацией формулой 6х2 и тандемный трейлер к нему. Что касается мощностных характеристик, это 483 лошадки и максимальная скорость в 93 км в час. Можно в конфигурации дизайна либо оставить окрашиваемую кабину, либо, пожалуйста, такую брендированную, выбрать окраску XF для нашего тягача. Кроме того, можно перекрасить все пластиковые детали, заменить их на окрашиваемые. То есть пластик уйдет, и будет подстраиваться эти самые детали, в том числе зеркала, пожалуйста, под тот цвет, который выбран в данный момент у большегруза. Также можно выбрать, например, годы производства, в которые, собственно, выходил с конвейера данный грузовик, например, в стиле 2013-2017 годов, либо же 2017 и до настоящего времени. Также можно выбрать вариации с фарами, либо оставить последку галогеновую, либо LED. Ну и, кроме того, есть несколько других моментов. В частности, ну, например, можно выбрать варианты, скажем так, тюнинга для крыши, либо поставить сигнальные рожки, либо же, если хотите, повесить люстру. Вот, как люстры еще идут и сигнальные у нас маяки. По-моему, все прочего, разумеется, если мы оставляем кабину окрашиваемой, а не вот в этом специальном дизайне, то ее можно всю, друзья, перекрасить. Это, собственно, и гриль можно сделать цветным, и кабину того цвета, который вы пожелаете. В общем, вариации есть. Давайте на примере вот этого сидельника в конфигурации 6х2 мы сейчас и попробуем окрасить все на свете. Ну, начнем давайте с кабины, разумеется. Вот оранжевый сделаем такой, давайте цвет дизайна также поменяем. Это у нас получается окрашивать все, что, видите, связано с двигателем. Опять же, сиделка, например, также красится. Гриль, как я уже сказал, можно перекрасить тот цвет, который вы посчитаете нужным. Вот все, что можно спереди, можно в тон кабине покрасить. Ну и, разумеется, можно выкрасить обода, если кому-то нравится именно играть с цветными ободами, а не с блестящими, или, например, черными такими. Вот такие вот, ребятки, конфигурации. Ну и еще давайте немножко посмотрим на фургон. Здесь, собственно говоря, что касается конфигурации, добавляется только одна. Касательно вот этого обвеса под фургоном. Все остальное, то же самое, абсолютно ничего в этом плане не меняется. Ну и у тандемного трейлера, который идет до кучи, также есть две конфигурации, они касаются предупреждающих знаков. Ну и, помимо всего прочего, также можно выбрать вот этот самый обвес, поменять отбойник по тому стилю, который нам нравится. Также можно, разумеется, это все и покрасить. Основной цвет выбрать, выбрать цвет дизайна вот этой самой рамы основы. Ну и плюс, опять же, можно выкрасить обода. Так, это, опять же, кому что больше нравится. Ну а это мы, наверное, будем заканчивать уже сидеть в магазине, да и отправимся пощупывать наш мод. Начнем, ребятки, с такой штуки. Надо сказать, что наш этот самый испытуемый совмещен с модом Interactive Control. То есть, благодаря этому моду можно открывать все двери вот в этом самом фургоне. Причем там не просто открыть, можно эти двери сдвигать так, чтобы было удобнее загружать его с погрузчика. В общем, практичная довольно-таки штука. Ну, сразу скажу, ребят, автозагрузки в этом моде нет, поэтому у читеров ничего хорошего не получится. Придется грузить, ребят, вручную. Такие вот дела. Но радует тут действительно практичность, когда можно открыть все на свете и двери со всех сторон. Не со всех сторон, конечно же, с левой стороны и сзади, разумеется, можно двери откинуть. Ну и грузиться так, как вам удобно. В этом плане, конечно, довольно-таки практичный фургон. Тут ничего не скажешь. Это вот что касается особенностей фургона. Давайте теперь в целом по общим особенностям пройдем этого самого мода. Посмотрим и послушаем его, разумеется. Звучит он весьма неплохо. Это Покаровский движочек весьма приятно реализован. Вот, пожалуйста, есть анимация того, как кабина движется. Чувствуется физика определенная в этом грузовике. Конечно, сам водитель никак при этом не перемещается, не дергается. Зеркала отлично отрегулированы. Но салон, конечно, простоват. И плюс есть вот этот, видите, момент с сидением водительским, которое вот иногда, друзья, пропадает текстура. Это, конечно, режет по глазкам. Что касается освещения, здесь также не все однозначно. Но в целом все рабочее, разумеется. И дорогу ночью вы увидите проблем особых сильных не будет. Ну, хотелось бы несколько чуть лучше проработать этой истории. Еще из других моментов, которые могут резать вам глаз. Есть, друзья, такая проблема. Ну, само собой, с износом беда. Это у многих модов существует. А те, которые выполнены в пластике. Ну, и момент номер два. Нет у него нормальной модели загрязнения. Увы и ах, друзья. Поэтому катайтесь, в общем-то, уверенно. Но знайте, что грузовик у вас не испачкается. Вот прям по самой небалу. Пачкаются у него, как и у любого грузовика, без модели загрязнения, только колеса. Ну, давайте сейчас на это все посмотрим. Так, 100% ставим. Вот, пожалуйста, колеса испачкаются. Сам грузовик никак, точнее, большой груз наш никак не испачкался. Увы и ах. Ну, что поделать. Главное, что звучит весьма неплохо. Ну, и главное, выполняет свою функцию. Есть у него еще одна любопытная функция, если мы говорим о плюсах испытуемого нашего. Это, собственно, ребятки, такая вещь, как возможность при помощи мышки поднимать его и опускать. Это тоже очень здорово, когда речь касается каких-то участков холмистых. Нередко бывает так, что с трейлером, например, цепляешься постоянно, да или сам грузовик, неважно, что мы используем, тягач, либо какой-нибудь самосвал, который также может сам цепляться за грунт. Здесь, в этом плане, полный порядок. Можно изменить положение нашего большегруза над земной поверхностью. Благодаря этому, собственно, он и не цепляется за землю. Это позволяет довольно-таки уверенно проходить по разной поверхности. Вот, собственно, ребят, сейчас одну еще штуку покажу. Я проговорил ее, но не показывал. Дверь можно сдвигать. Вот, смотрите, если на бок нажимаешь, все, она уходит в сторону и можно спокойненько загружаться. То есть она не мешает работе с погрузчиком. Это, конечно, здорово. Вот, давайте теперь уже закроем ее полностью, да и прокатимся немножечко на этом, друзья, тандемном трейлере. Закрываем еще, продолжаем, продолжаем. Вот, что касается, тоже хотелось бы сказать, интерактив контрол. Конечно, он намного удобнее, чем Simple IC. Simple IC ты наводишь на точку, и она начинает туда-сюда, ну, та часть анимированная, на которой ты наводишь, туда-сюда двигаться, пока ты не поймаешь этот момент, когда же уже остановить эту анимацию. Здесь же все просто. Нажал, анимация сработала как надо. И, конечно, в этом плане здорово, когда в моде реализован именно IC, а не Simple IC. Ну что, ну, давайте немножко уже прокатимся. Как раз-таки эту историю покажу с возможностью поднять, задрать наш грузовик и опустить. Ну, давайте там увидим так, чтобы это можно было увидеть. Делается все мышью, влево-вправо двигается, и он поднимается и опускается. Все довольно-таки просто и не заморочено. Без всяких вот каких-то особенных своих функций, которые вот встроены в плане, там, нажать на кнопку, он опускается, поднимается. Здесь вот при помощи мыши все просто. Влево-вправо подергали. Все вот работает, как видите, эта функция имеется. Так что тем, кому нравится кататься по всевозможной неровной местности и холмам, вполне себе может пригодиться. Вот такая, друзья, история. Что касается того, где скачать этот мод, разумеется, ссылочки на его скачивание в описании к этому видео. Так что, ребятки, тестите. Если ждали, да, то, пожалуйста, вот вам появился такой XF106. Но у меня же на этом все, все, что хотел, я вам показал, рассказал. Главное, сказал, где это все можно найти. Еще раз повторюсь, ссылочка на скачивание в описании к этому видео. Но я же буду завершать свой обзор. И, как всегда, желаю вам, друзья, и вашим близким здоровья, всего самого наилучшего. И, конечно же, мирного чистого неба всем нам над головой. Будет скучно, заходите в группу просто симуляторов ВКонтакте. Там много всякого разного интересного найдете. Да и неинтересного тоже. Что ж поделать, такое так же бывает. Проходняк, никуда от него не денешься. Но я же надолго не прощаюсь. И говорю вам, ребятки, что мы обязательно еще услышимся и увидимся. Пока-пока.